Ребят, всем привет! С вами Гусева Татьяна. И сегодня мне хочется поднять такую очень сложную тему, как мобилизация, и как она влияет на нас, на людей, которые развиваются в сетевом бизнесе, в сотрудничестве с компанией Фаберлик. Дело в том, что в последнее время в диалогах с моими партнерами очень часто возникают такие запросы, что «Тань, как успокоиться? Я нервничаю, у меня нет сил на рекрутинг, я не могу, я теряю энергию, и у меня постоянный эмоциональный спад, что мне делать?» Дело в том, понимаете, что я тоже такой же живой человек, у меня, например, сын служит в армии, вот это состояние колючей проволоки и ежей внутри, оно меня не покидает, но при всём при этом надо как-то стараться отделять мух от котлет и понимать, что... Я, например, понимаю, что если я не заработаю сегодня, то завтра вся моя семья останется без ничего, потому что я одна растила, вырастила, да, так уже могу сказать, подрастают уже мои дети, кто-то уже прям совсем подрос, вот Юрка в армии. Я это делаю одна. И спасибо Господи, да, как Боже, храни Фаберлик, что когда-то я сделала максимально правильное, я бы даже сказала, судьбоносное решение и пришла зарабатывать именно в нашу российскую компанию, мощную, стабильную, с государственной поддержкой, ведущую на рынке сетевого бизнеса в рамках не только даже нашей страны. Поэтому ценность того места, в котором я нахожусь, я понимаю, и у меня тоже бывают и спады какие-то эмоциональные, откаты, где-то наоборот у меня зашкваливает моя производительность и так далее. Но на сегодняшний день, конечно же, я тоже нахожусь вот в том же положении, в котором находитесь и вы. И понятно, что мы все испытываем эти эмоции, да, негативные, беспокойство, страха, где-то гнева, возмущения, где-то наоборот, апплаксивости какой-то и всё остальное. Но при всём при этом надо уметь управлять своими эмоциями. И я для себя на сегодняшний день, для работы моей, да, выделила некоторые основные моменты, которые придают мне сил. Ну, и дают мне возможность продолжать двигаться вперёд. Ну, даже я бы сказала, что питают энергией. Я сейчас хочу поделиться с вами этими моментами для того, чтобы, ну, вам они тоже невозможно, а помогут. Дело в том, что в любой ситуации в мире всегда есть две стороны. Там чёрная и белая, хорошая, плохая, да, нет. И то, что мы видим, да, испытываем, напрямую зависит от того, на какую сторону сфокусировано наше внимание. Если мы смотрим на чёрное, то понятно, что всё вокруг чёрное, и это нас отягощает, разряжает. А если мы сами смотрим, да, перефокусируем свой взгляд на белую сторону, на положительную, то это наоборот, напротив, будет нас заряжать. Но дело в том, что для того, чтобы перевести, перефокусировать свой взгляд на противоположную сторону, нужно понимать, да, нужно выделить моменты, то есть зёрна от плевела делить, да, выделить те положительные моменты, на которые нужно сфокусироваться. И я вам сейчас их, ну, постараюсь, по крайней мере, выделить. По крайней мере, то, что для меня имеет значение и важно, и помогает мне, я считаю, что это поможет и вам. Смотрите, да, ныть можно всегда. Всегда будут оптимисты и пессимисты, всегда будут те, которые там будут вести за собой народ, и всегда будут те, которые первые сдадутся, упадут. Вот смотрите, мы, когда приезжаем в любой город, давайте возьмём какой-то самый шикарный город вообще нашей планеты, самый богатый, где там легче всего развиваться, где люди едят с золотых тарелок, где по утрам завтракают шампанским с чёрной икрой, да, даже в таком городе, в городе возможностей всегда будет свой район с трущобами. Всегда будут те, которые даже там, где только протяни и возьми, не смогли и ничего не сделали. Также и напротив, если мы приедем в какой-то самый захолустный городок, самый нищий, где самая сложная экономическая ситуация, даже в таком сложном городке всегда будет какой-то зажиточный дом, всегда будет там какой-то фермер, который производит что-то и кормит вот эту вот там деревеньку или городок, то есть, ну, который научился там, исходя из потребностей людей, да, проанализировал и смог заняться каким-то делом, где он зарабатывает деньги, а другие, как бы, ну, его там какие-то потребители, лавочник какой-то, мануфактурщик и так далее. Всегда есть люди, которые сумели в сложной ситуации выделить рациональное зерно, оттолкнуть, да, взять его во внимание, оттолкнуться и благодаря своей вот этой вот способности продвинуться вперед и даже в сложной ситуации чувствовать себя комфортно и хорошо. Это то, о чем я вам сегодня пытаюсь донести и сказать. Смотрите, если мы говорим, да, о сложившейся ситуации, да, мобилизация – это страшно. Да, единственное, что я считаю каждому человеку необходимо, это после здоровья, это мир. И вот последний, да, год это действительно в очередной раз очень ярко показал и освежил память тем, кто, кого не задела, да, Великая Отечественная война или какие-то прочие вот эти вот страшные ситуации. Например, я, мне было 12 лет, в 92-м году, я из Приднестровья, я пережила вооруженный конфликт, да, у нас погибло очень много народа, в мои окна, в моем доме врезались пули, меня мама хватала, мы лежали в перекрытиях между комнатами, я помню этот смрад на улице от могил, тучи мух, которые летали, потому что лежали трупы. В общем, я это пережила, в моей памяти это свежо, я это знаю, что это такое, я это помню. И я прекрасно понимаю эмоции людей, которые оказались вот в этих сейчас событиях. То есть я как бы, ну, не в розовых очках, я знаю, что это такое. Так вот, если говорить о том, что, если говорить о том, да, что можно выделить в текущей ситуации, то смотрите, да, для того, чтобы продолжать работать, да, и искать энергии внутри себя. Например, я состою в многих чатах, там, и группах, я читаю комментарии, понятно, что нынешняя тема, она у всех на устах, и я вот столкнулась с такой вещью, я вам даже прикреплю сюда скрин, да, пишет женщина, что, блин, там то и то, говорит, я в своей жизни ничего тяжелее, чем не держала, а вот сейчас уже задумываясь о том, чтобы найти себе какую-то работу. То есть понимаете, да, конечно, мобилизация, у кого-то забирают из дома мужа, сына, в любом случае кормильца, потому что первая главная функция мужчины в семье, это, конечно же, обеспечение, и, ну, большинство семей, в любом случае, ну, традиционные у нас нормальные, крепкие, вот, и понятно, что сейчас из дома ушел кормилиц, и женщина остается с детьми, у кого-то ипотеки, кредиты там, то есть основной источник дохода всегда лежал на мужских плечах. Сейчас женщинам придется что-то делать, то есть это тысячная аудитория женская, а наш бизнес имеет женское лицо. Так вот сейчас многотысячная женская аудитория, которая выйдет в сеть, и она будет открыто расположена предложением к заработку. Более того, она будет сознательно искать возможности зарабатывать. То есть вот вам готовая база для рекрутинга, и именно вы можете стать тем самым катализатором, проводником для людей, для женщин, которые придут в вашу структуру, обучатся именно у вас, вы станете им наставником, и они будут развиваться вместе с вами в сотрудничестве с компанией Фаберли. То есть вот, разве этот момент не подстегивает, для того, чтобы, как хотите, можете воспринимать, для того, чтобы помочь этим людям, для того, чтобы отстроить свою структуру, заработать самим больше, дать возможность заработать другим. По-моему, это очень здорово, такой вот момент, на который стоит обратить внимание. Нытики будут всегда. Но помимо нытиков, которые говорят, типа, отстаньте, нашли время со своим Фаберлик, помимо них есть еще много людей, которым это необходимо. Так вот, вы фокусируйте свое внимание не на тех, которые ноют, и сложили лапки первые, упали сзади, а сфокусируйтесь на тех, которые активны, которые ищут, те, которым что-то сейчас на сегодняшний день нужно. Там еще второй такой момент. Смотрите, сейчас проходит референдум. Понятное дело, что он пройдет положительно, что эти народные республики, они будут присоединены к России. А это 5 миллионов человек. Вы себе представляете, что такое 5 миллионов человек живой аудитории, которые знают компанию Фаберлик, которые любят компанию Фаберлик, которые хотят покупать ее продукцию и хотят в ней развиваться. Девочки, кто рекрутеры сейчас будут меня смотреть? Напишите комментарии внизу. Потому что я знаю, ну я сама рекрутер, я знаю, постоянно оттуда приходят регистрации, и люди говорят, блин, я из Донецка, как мне заказать? Я в Донецке, как мне получить? Я там в Луганске, да, а теперь еще и Херсон. То есть это все, вот вам готовая аудитория, люди, которые будут с вами сотрудничать. Более того, из Украины, да, очень много людей по сей день пишут и спрашивают, а когда Фаберлик вернется? А можно как-то, я знаю, что доставки нет, а можно как-то заказать, может там как-то вот вы привозите. То есть люди ждут, люди готовы и покупать. Конечно, очень многие готовы сотрудничать. Так, перефокусируйте свое внимание вот с той стороны, где все хреново, на ту сторону, где наоборот есть какое-то воодушевление, где вы можете найти своих партнеров, где вы протянете руку по помощи людям, которые готовы зарабатывать, которые ищут работу или которые хотят купить именно нашу продукцию. Это очень круто. Более того, да, я все-таки напомню, что до окончания акции сетевика, сегодня у нас какое, 26, да, сентября, стало всего несколько дней. Акция для сетевиков длится до конца сентября. Мы не знаем, будет она продлена. Я так смею полагать, что скорее всего нет. То есть если ты уже в какой-то сетевой компании и задумываешься о переходе, то вот еще осталось несколько дней, когда ты можешь присоединиться к Фаберлик и стать участником акции для сетевика и получить право на промокоды и на четырехкратные директорские бонусы в сильной команде, с поддержкой, с сопровождением, с инструментами, все это у тебя есть. Почему я это говорю сейчас? Потому что, ну, судьба иностранных компаний на территории России, она, конечно, очень так зыбка сейчас, да, их положение здесь. Дело в том, что я вот тоже вам здесь привожу статью, где спрашивается, да, где поднимается тема для рассуждения, что имеют ли право иностранные компании продолжать свое развитие на территории Российской Федерации, так как зарабатывают они в России, но при этом, заработав здесь, несут в другую страну и этими средствами спонсируют и поддерживают ВСУ. Это здесь поднята в этой статье тема компании Avon, компании Reflame и компании Русский Север. Нестабильно, шатко, да, и, в принципе, там не так уж все и хорошо. Вот, ну, я всегда за то, что разумный человек, разумный, да, у нас у всех главный инстинкт, который двигает нас вперед всегда, да, и поддерживает нашу жизнь, это инстинкт самосохранения. Иначе мы бы уже в детстве все бы расшиблись, там, не знаю, сгорели, утонули, все остальное. То же самое и здесь. Главный инстинкт это инстинкт самосохранения. То есть, если ты пришел уж сетевой зарабатывать, и ты видишь, что корабль тонет, то приди туда, где все стабильно, да, перенеси свой бизнес с одного места в другое, там, где он будет развиваться, процветать, приумножаться, да, и нести тебе доходы, и ты продолжишь развитие там, где стабильно, там, где мощно, там, где есть господдержка, там, где есть сильная команда, обучение, сопровождение, инструменты и все остальное. В принципе, это все, да, для того, чтобы не затягивать. Я думаю, что я максимально, по крайней мере, постаралась донести ту информацию, которая заложена у меня в голове, да, я постаралась, по крайней мере, протранслировать это вам. Я уверена в том, что кто-то меня услышал, и, девчонки, мир вокруг нас один, и он наполнен совершенно разным, хорошим и плохим, там, и белым, и черным, да, и событиями совершенно разными, но, услышьте меня сейчас, окраску любым событиям мы предаем сами. Мы не Господь Бог, не мы решаем, да, все, что происходит, имеет право на существование, но то, как к этому относиться, и то, что выделять во всем происходящем, это уже окраску, да, всему этому придаем мы самостоятельно. Поэтому, если там кому-то тяжело, там, есть какие-то сомнения или еще что-то, ну, пишите, пообщаемся с вами, там, выделим, да, опять-таки, какие-то моменты, да, поможем друг другу советом и всем остальным. Но я считаю, что я дала основной курс направления, на что стоит обратить внимание и двигаться, дальше дело за вами. А мои контакты, как обычно, да, как всегда, есть внизу под этим видео и, естественно, я открыта к общению. Субтитры сделал DimaTorzok